Здравствуйте, Арсений Селезнёв Зверовой. Я рассказываю о том, из чего делается комбикорм, самый простейший, основной. Значит, это пшеница, можно даже с вот такими шелушками. Это кукуруза лущенная. Насыпаю сначала четыре части пшеницы. Это самый простейший комбикорм. Раз, два, три, четыре. И одну часть кукурузы. Всё. Вот такую смесь я начинал давать курам. Четыре части пшеницы, одну часть кукурузы. Можно его, конечно, перемешать, но я гарантирую, что ваши куры сначала выберут кукурузу, а потом начнут клевать пшеницу, когда проголодаются уже. Вот так это выглядит. Я все этапы расскажу. Это самый простейший, если у вас ничего нет. Вам просто нужно накормить кур, и у вас есть такие вот ингредиенты. Дальше комбикорм основной, который я улучшил. Всё идет в состав. Вот называется гороховая дырть. Это гороховая крупа или с высевками. Такое, в общем, отруби. Сечка ещё можно назвать, посеченная. Её называют дырть. Тут одна часть. Я добавляю. Не буду ковшиком. То есть можно использовать ковшик, можно использовать ведро, можно использовать вот такую бадью. Это всё в частях. То есть одна часть это одна какая-то емкость. Или такая, или такая, или такая. В зависимости от того, на какое, на какое количество поголовье вы рассчитываете. Дальше я добавляю половину части. Это отходы переработки на подсолнечное масло. Оно было такими крупинками, а я измельчил. И получилось так уже. Им уже полгода, оно почти не пахнет. Вначале сильно пахло подсолнечным маслом. То есть этого не обязательно, но я добавляю. И также я добавляю вот такой вот состав. Тоже пол части. Здесь у меня хлебные крошки, измельченные на крупу. И яичная скорлупа. Это потому что маленькие цыплята. Если будут, допустим, когда уже повзрослеют все, я буду использовать, измельчать отваренные куриные кости. Хорошо отвариваются куриные кости. Вообще любые кости отвариваются три часа в скороварке или четыре часа. Потом сушатся и измельчаются. Можно давать вареными. Так в еду добавлять. Оно уже там чем-нибудь таким вот, каким-то тупым предметом легко измельчается. Вот этот состав я потом измельчаю на дробилку. Зернодробилка там или мельница называют, или крупорушка. Если давать, можно давать так. Но учтите, что то, что ближе к муке, куры его есть не будут. Они сначала съедят самое крупное зерно. Вот я попересыпаю. Сейчас попересыпаю и станет ясно, как оно будет выглядеть. Вот пересыпал. Получается, что самые крупные крупинки. Это называется сегрегация. Есть такое слово, научный термин. Самые крупные крупинки при сегрегации всплывают вверх. Это кукуруза, пшеница, а мука вся садится вниз. Как бы вы не перемешивали, оно остается вот таким вот. Вот таким вот непонятно что. Рекомендуется все это измельчать. Измельчать и потом оно постепенно перемешивается. Может быть запишу видео, если будет интересно, как я это все измельчаю. Ну а пока так. Вот это если набирать ковшик. А можно набирать тоже самое ведрами, только уже в большую емкость. Арсений Селезнев зверобой. Так я готовлю комбикорм основной. Сейчас добавляю дополнительно еще гороховую дырть, так называемую. И по-моему макуха называется с подсолнечника. Также яичная скорлупа измельченная и измельченный хлеб. Если все это давать, можно конечно отдельно все проращивать, всякие варианты по-разному давать. Но я считаю, что если все это измельчать на крупорожке, вот этот весь корм, он становится более-менее однородный на дробилке и тогда получается у вас более-менее однородная смесь, которую поглощают куры с удовольствием. Подписывайтесь на канал Арсений Селезнев зверобой. Смотрите обновления. Пока!